Обычно вот так описывается экономика СССР. Экономика СССР представляла собой вторую в мире по объёму ВВП согласно официальному курсу доллар около 60 копеек, по реальному курсу около 4-5 рублей за доллар в систему общественных отношений в сфере производства обмена и распределения продукции различных отраслей народного хозяйства. На долю экономики СССР приходилось около 20% мирового промышленного производства и так далее. Но именно такого рода однобокая трактовка наших советских реалий и привела нас к нынешнему не совсем адекватному экономическому положению. Тем более, что и трактовка тех же советских реалий нынешними нашими ура-патриотами типа Старикова, того же Зюганова и так далее, мало чем отличается от трактовки этих реалий нашими горе-реформаторами. Деньги нужны, чтобы что? Деньги нужны, как кровь в организме, для того, чтобы всё работало. Хотя и с этим не всё так уж просто. Нужны кредиты. Многие предприятия не в состоянии его просто даже привлечь из-за жёстких условий. Вы знаете, нужны залоги, оценки этих залогов. Не всегда этой залоговой массы хватает. Как и у того же долларового пузыря, которому это, однако, не мешает. И в Америке, и в Европе, и в Китае, и в Японии сегодня нет проблемы взять кредит практически под нулевую ставку. Были бы у вас идеи. Одним словом, даже Глазьев, к сожалению, не отдаёт себе отчёт, что экономика СССР – это была денежная взаимопомощь населения перед лицом агрессии со стороны Запада. И прежде всего в области экономики. Той самой взаимопомощи, организовать которую хватило ума у советских властей, у того же Сталина. Но, к сожалению, эта именно денежная взаимопомощь оказалась излишне заорганизованной. Максимум, что людям позволяло сделать в этом отношении – это организовывать довольно примитивные кассы взаимопомощи. И это при том, что на основе вполне законного самоуправления они бы могли вовлекать в эти самые кассы взаимопомощи население и других стран, обеспечивая и их благополучие и, естественно, своё на уровне вполне соизмеримым с западным. Тем более, что таким образом вполне могла быть организована и та самая массовая внедренческая деятельность и внедрение абсолютно всех ноу-хау, без чего человечество обречено на уничтожение уже в самом ближайшем будущем. Вот поэтому всем людям, не уповая на своих властей, в том числе и на власти Российской Федерации, пора создавать такие же параллельные экономики в своих странах, как и была экономика СССР по отношению к экономике всех других стран. И если бы такая экономика появилась хотя бы и в той же Донецкой Народной Республике, то дело сдвинулось бы с мёртвой точки. И в частности, касса взаимопомощи ДНР стала бы самой мощной в мире. Донецкой Народной Республике